всем привет друзья с вами харди и мы продолжаем это последний день на земле кислотная ванна что это такое давайте для начала рассмотрим рецептики создается не так сложно но надо надо еще собрать ресурсы и постараться сосновая доска металл алюминиевые салитки и каменный блок я думаю все эти ресурсы ты уже знаешь как доски перерабатываются в плотницком столе из обычаям нова соснового бревна в любом лесу бежишь и добываешь металл плавится в печушках можно его плавить из металлолома можно его плавить из железной руды каменные блоки делаются в камней резки соответственно из камней алюминиевые шоколадки их можно найти их можно облутать но стандартный способ это из алюминиевой проволоки плавить их соответственно алюминиевая проволока берется в бункере альфа в бункере альфа у нас вообще много много чего берется когда ты собрал все эти ресурсы ванну можно заряжать. Она еще не будет собрана, но ты ее уже можешь поставить на пол и посмотреть, какой будет рецепт. На какой пол она ставится? Тебе надо 4 клетки, 4 каменные клетки. Соответственно, создаем первый уровень пола, дальше его улучшаем, опять же обычные камни-доски и улучшаем деревянный улучшенный пол, металл-камень. Только что мы с тобой разобрали, где это берется и как это достается. Когда ты это все сделаешь, усилишь 4 клетки, можешь заряжать кислотную ванну. Дальше выпадет вот такой интересный рецептик. Опачки! Серьезно, серьезный рецепт. Тут да, тут уже посложней. Давай пройдемся сразу. Резинки черные и провода и болты. Это просто облуд локаций. Вообще, они много где тебе встречаются. Части двигателя, фильтры. Я тебе рекомендую бункер Альфа, да? Алюминиевые шоколадки. Это алюминиевые шоколадки. Мы только что смотрели, как их плавить. Алюминиевые пластины и стальные пластины делаются вот в таком верстаке. Вот она. Алюминиевая пластинка, стальная пластинка. Соответственно, в печушке плавишь алюминиевые слитки. В улучшенной печушке плавишь стальные слитки. Фильтры части двигателя в бункере Альфа. Как и вот эти шестеренки. Они тоже даются тебе в бункере Альфа. Микросхемы достаются в станке переработки. Станок переработки. Электроника. Максимальный левел это 50. Достаются они из телефонов. И также очень важная штука, да? Электроника. Вот. 5% это не так много. Когда ты стак зарядишь, у тебя будет и не одна микросхемка. И из флешек. Те же 5%. Я не случайно показываю тебе остальную электронику. Что она дает? Электроника и алюминиевые слитки. Причем в очень хорошем проценте. Это из турели падает. Все это достается. Металлолом. Это твое железо. Фотоаппараты. Пластик, медь. Чтобы плавить опять же сталь, да? Ну и это для модификаций. Часы. Болты. Железо. Медный слиток. Это то же самое, что и сталь. Фонарик. Алюминиевые пластинки. Болты. Металлолом. И батареечки. Опять же. Металлолом. Это железо. И медный слиток. Это твоя сталь. Самое сложное, чтобы сделать стальной слиток. Это соответственно медь, да? Алюминиевые шоколадки. Легко и просто делаются. Проходи бункер Альфа. Железо. Уголь. Все ресурсы, которые я тебе перечислил сейчас и показал, можно достать и другими способами. Но я показал самый нормальный, оптимальный вариант. Давай еще раз посмотрим этот рецепт. В целом могу сказать тебе про него только одно. Проходи бункер Альфа. Будешь проходить бункер Альфа, все тебе будет из этого рецепта. По полной. Реально. Шестеренки в бункере Альфа вместе с фильтрами достаются. Движки. Здесь самое сложное. Это микросхемы, двигатели, фильтры и шестеренки, да? Болты, провода и резинки. Бункер Альфа плюс любая другая локация. Алюминиевые пластины и шоколадки алюминиевые. Они из бункера Альфа прям тьма тьмущая, сколько их идет. Стальные пластины. Это грубо говоря медь. Одна пластинка, это медь. Ты видишь их, 25 надо. Значит тебе надо 25 медных слитков. Из батареек достается эта вещь очень хорошо. Плюс напрямую в бункере Альфа ты будешь доставать опять же стальные слитки, стальные пластинки. А вот он и бункер Альфа. Бункер Альфа откатывается раз в два дня. И вообще по нему очень много информации на канале. В плейлисте новый человек. В плейлисте учебный лагерь. Что, как и почему. В целом могу тебе сказать, весь бункер Альфа можно пройти одним копьем. Это ресурсы из бункера Альфа. Из бункера. Вот это все доставал я из бункера. Вот нужные нам шестеренки, микросхемы, стальные пластины. Просто сталь. Медь. Ну, скажу сразу, вот это, это палец и четвертый этаж. Алюминиевые пластины прям сразу напрямую. Вот эта кислота, мы к ней сейчас еще вернемся. Она тебе нужна для кислотной ванны. Вот те самые батарейки. Вот та самая алюминиевая проволока и напрямую уже готовые алюминиевые пластины. Вот они части двигателя. За какое время я нафармил это количество ресурсов, я тебе не скажу, я не считал. Но смысл в том, что если ты будешь бомбить Альфу, тебе будет кислотная ванна. Теперь давай наглядно, наглядно посмотрим, где берутся ресурсы. Посмотри на этот замечательный обрезанный палец. Это разрушенный конвой. Шикарная вещь. Здесь ты будешь доставать всегда огнестрел. Но самое главное для твоей кислотной ванны. Здесь уже готовая алюминиевая пластина и готовая стальная пластина. Перемотай и посмотри начало ролика, да, медный слиток. Вскрываем все купоны, которые ты фармишь в бункере Альфа. Конечно, самый-самый основной и самый лютый это вот этот вот черный ящик за красные талоны. Здесь всегда стопроцентный фильтр. Здесь всегда стопроцентные части двигателя. Давай сейчас подробно посмотрим. Кислотная ванна. Кислотная ванна. Кислотная ванна. Это тоже кислотная ванна. Это те же самые алюминиевые шоколадки. Просто переплавить надо. Железо, которое тоже нам потребуется. Ну и, собственно, кислота уже, когда ты будешь использовать кислотную ванну. Шестереночки падают не всегда, но падают. В данный момент, да, мне не упали шестеренки. Но они здесь есть, реально. Есть вот в этом ящике. Здесь ящик оранжевый. Соответственно, часть двигателя. Опять же, для твоей кислотной ванны. Алюминий вообще падает здесь везде, везде, везде. То есть, с алюминием у тебя проблем совсем не будет. Ну, а железо приятное такое дополнение. В первом ящике, опять же, тоже есть алюминий, да. Как я тебе уже говорил, алюминия вообще немерено. Ну, провода, резинки, болты. Это не проблема. Это ты соберешь легко и просто. Где достается рецепт кислотной ванны? Изначально у тебя не будет здесь этого рецепта. Он типа скрытый. За ним надо прийти в бункер Альфа на третий этаж. У меня в данный момент активирован протокол защиты. О протоколе защиты мы поговорим сейчас чуть попозже. Тебе надо полностью третий этаж пройти по кругу. Ну, практически весь. Блок С. Мы почти, 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 почти у цели. Чтобы тебе полностью допроходить этаж, тебе надо идти вот сюда. Чтобы заучить кислотную ванну, туда можно и не идти. Можно пробежать вот здесь, через эту комнатку. Но вот здесь придется уже мужчин как бы по любасу высекать токсичных. Готово, зачистили. Вот она наша с тобой кислотная ванна. Один раз ты подойдешь, изучишь рецепт и видишь по мини-карте по радару. Она тоже показывается восклицательным знаком. Один раз заучил и этот рецепт у тебя появляется здесь. Для изучения очков ноль. Ну, а теперь поехали. Зачем она тебе вообще кислотная ванна нужна? Первая вещь. Это, конечно же, кислотный ящик. Когда ты активируешь вот этот протокол защиты, бункер альфа становится жестким. Но ты фармишь вот такие вот. Военный блокнот, шеврон и вот эти жетоны. Их отдаешь инженеру. Прокачивая репутацию, ты получаешь много всяких наград. Но в итоге, когда ты докачаешься до 15-го левела, 15-й левел идет бесконечно. То есть, я уже получил дискету и опять же продолжаю копить репутацию. Доходит до финала, я получаю еще одну дискету. Левел опять сбрасывается вот в самое начало. И я опять коплю. Так ты копишь их бесконечно. Получил дискету, вставляем сюда. На карте появились координаты локации временной на 12 часов. Там дают очень крутой ящик. И если тебе вдруг повезет, не повезет, ящик может попасться кислотным. Его распаковать не получится открыть. Его надо будет обязательно ввести в кислотную ванну. По точным координатам, бла-бла-бла. Вот это та самая локация. На ней с определенным шансом может попасться этот кислотный ящик. Если вдруг тебе попался этот ящик, увозить его надо вот здесь, на твоем чопере. Соответственно, если ты на локацию попал без чопера, но это практически невозможно. Да ладно, да что, серьезно? Да, серьезно, полностью. А вот он и кислотный ящик, бро. Если бы не было кислотной ванны, я бы не смог его распаковать. Если бы не было, значит, байка, я бы его даже отсюда увезти не смог. То есть ты его не открываешь. Его надо везти домой. Вот таким образом. Он попадается не так часто. То есть если ты не собрал кислотную ванну, придется катать его с собой на чопере. Как долго его можно качать, катать? Да сколько хочешь, только и катай, да? Вот таким образом придется его катать, если ты еще не собрал ванну. Потому что распаковать его невозможно. Это может сделать только кислотная ванна. Приехали домой, потащили. Ты можешь этот ящик бросить прямо на базе. Вот прям вот так вот. Но имей в виду, когда ты его на базе бросишь, раз в определенное время на базу будут нападать токсичные мужчины. Да, нападать и ломать твою базу. Ну вот, пожалуй, все моменты, которые дает тебе кислотная ванна. Вот этот вот кислотный ящик распаковывать за дискетку. И, 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 и. И вот эту руду бомбить. Вот эта руда добывается на болотах. Опа, смотри, какой мужчина. На меня напал стайный зомби. Не кислотный, да? Но, тем не менее. Почему? Потому что, блинчики, кислотный ящик. Первый момент. Фильтры. Все тот же бункер альфа достается. И кислота все тот же бункер альфа. Я тебе это сейчас уже показал. Распаковал. Получите, распишитесь. Если ты будешь, значит, ну вот, допустим, ты вытащил все, но оставил одну единичку. Сразу тебе лайфхаков по ручку, да, скажу. Вот так вот, да, сделали. Мы можем пользоваться бесконечно вот таким хранилищем. Его невозможно зарейдить, взломать и так далее, и тому подобное. Ну и второй ящик. Это вот эта замечательная руда. Из нее получается свинец. Но это контент совсем уже топ-топ-топ, да? То есть это когда ты по пределу построишь вездеход. Свинец у нас переплавляется в свинцовые листы. Ну а свинцовые листы нужны для очень серьезных вещей. Очень серьезных. В бункере Браво терминал собирается. Антират костюм крафтится. Тоже, опять же, для бункера Браво. Добывается этот свинец на болотах. Вот у меня еще один ящичек. Приехал я с болот. По рекомендациям могу тебе сказать только одно. Моя кислотная ванна расположена отвратительно, да? Ее надо расположить где-то здесь. Посмотри, куда паркуют АТВ. Вот здесь и стави ее. То есть прямо вот здесь, вот здесь надо ее поставить, да? Можно прямо вот на последней клетке. Четыре клетки. Это прямо нормально, да? Вот сюда ее прямо. Вот где зеркальце стоит. Убрать нафиг это зеркальце отсюда. И вот сюда поставить кислотную ванну. Чтобы банально меньше бегать, да? От АТВ к ванной. Ну и плюс гараж. Гараж тоже по-хорошему надо поближе к АТВшке сделать. Как быстро ее надо собирать? Тут уж решай сам, да? Тут решай самостоятельно. Я бы не стал прям вот ртом вперед лететь и собирать эту гребаную ванну. Кислотный ящик попадается очень редко. Вози его просто на байке. Тебе не надо будет его возить на байке только в одном случае. Ну придется убирать с байка, да? Если тебе рейдеры, вот эти вот, негодяи, дадут задание на поиск двух вот таких движков, да? Тогда придется снимать и кидать на базе этот радиоактивный ящик. Вот это в данный момент аккаунт новичка. 120 левел персонажа, но он новичок. И только сейчас я создаю эту кишлотную ванну, да? Вот она так выглядит и ставлю. Но это не значит, что я буду тратить ресурсы. Причем, обрати внимание, вот это грамотное расположение кишлотной ванны, да? Когда собираешь АТВ, он будет где-то вот здесь припаркован. Байк здесь. Ну как бы еще лучше. Еще лучше. Это прям вот так вот, прям вот здесь ее расположи. Либо вот здесь. Почему бы нет? Это хранилище невозможно взломать. Я тебе напоминаю. Оу, серьезный расклад. Тратить сюда ресурсы. Да ну нафиг, не трать. Собирай модификации. Собирай бункер Браво. Блин, да все-все-все собирай. И потом только кислотную ванну, когда ты приблизишься к сборке АТВ. Потому что самая главная цель кислотной ванны, это, конечно же, то, что ты привезешь на этом красавчике вездеходе. То есть, вот эту руду, чтобы делать алюминий. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, бро, присоединяйся, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ну и, конечно, лукса, братьюня, лукса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok